Всем привет! Обзор смартфона Techno Camon 18, модель CH6N, версия на 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти в черном цвете. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте посмотрим на комплектацию смартфончика. Посмотрим, что должно идти с ним в комплекте, в коробке. Открываем коробку. Сам смартфончик сразу в транспортировочной пленке. Тут вынесена некоторая основная информация об устройстве. Дальше документация, гарантийка, силиконовая задняя накладка идет, прозрачная, с надписью Camon. Адаптер питания. И тут у нас такая коробочка, в ней наушники и кабель Type-C для подключения к компьютеру и зарядки. Также скрепка для 7 слота. Очень интересно, все упаковано. Как оно тут должно... Наоборот. Ставим все на место. Вот такая вот комплектация. В принципе, комплектация хорошая. С силиконовой задней накладкой и с наушниками. Теперь по самому смартфончику. В черном цвете. Пластиковый корпус. Тройная камера. Выглядит классно. Вот чем-то похож на Samsung Galaxy A52, только в глянцевом исполнении. Да, Galaxy A52 это матовый пластик, он мне больше нравится, он более практичный. Тут глянцевый пластик. Тройная камера, вспышка. Справа кнопка включения, кнопка игровки громкости. Кнопка включения тут совмещена со сканером отпечатка пальцев. Слева у нас слот. Сверху нет ничего. Снизу порт Type-C. Динамик, микрофон и джек для наушников. Давайте откроем слот. Посмотрим, что это за слот. Полноценный слот на 2 нано-сим карточки и микро-SD карточку для расширения памяти. Отлично. То есть, будет так, хватает своей памяти в этой версии 628. Ну, еще можно и расширить микро-SD карточкой. Диагональ дисплея 6,8 дюйма. То есть, даже не на Galaxy A52, он больше похож на Galaxy A72 по габаритам. 6,8 дюйма дисплей. Также в комплектации отменяем то, что есть сразу поклейка защитной пленки на дисплей. То есть, об этом первое время можно не думать. И фронталка сверху посередине. Зажимаем кнопку включения и включаем устройство. Ждем, пока включится. Дисплей устройства. Full HD+, 2460x1080 точек. Вот. 401 ppi. Перейдем в настройки. Так. Вот телефоне. Мой телефон. Tecno KMN18. Tecno CH6N. Android 11. Процессор. Двойная камера. Вот. Версия HiOS 8.0.0. Закрываем. Вот. Стандартные программы. Hi. Группа. Инструменты. Так. Это должен быть. Пак программ от Google. Так. И теперь переходим в синтетические тесты. Процессор у нас Helio J88 или MT6769H, 6 плюс 2, 1,8, 2 ГГц, тактовая частота, видеоускновитель, Mali-J52MC2, разрешение, дисплей пиклей. Запускаем тест процессора. Увидите уже самый результат. Результат теста. Geekbench. Теста процессора. Одноядерный. Мультиядерный тест. Хорошо. Запустим теперь тест видеоускорителя, видео и сам результат. Так. Результат теста видеоускорителя. 1221. Сравнение. Закрываем. И переходим к следующему тесту. Antutu Бенчмарк. Запускаем тест. Увидите уже результат. Так. Результат теста. 254 тысячи. Хороший результат. Не попадаем, конечно, в топ-100. Не допрыгиваем. Нужно еще хотя бы 100 тысяч набирать, чтобы это примерно попадать в топ-100. Даже больше, да, нужно 110 тысяч, даже больше, чем 110. 120 тысяч нужно набирать, чтобы бить Huawei Nova 7i или Galaxy S9+. Хорошо. Сделаем тест мульти-тач. Тач устройство поддерживает 5 касаний. Она больше не определяет. Ну, как бы 5 вполне достаточно. Вроде как не максимальной яркости стоит. Так, откроем тяжелую игрушку GTA SoundRise. Посмотрим, как она работает на устройстве. На максимальных настройках графики. И запускаем. Приятное, конечно, устройство. То есть, глянцевый пластик тут он качественный. Я вообще не люблю глянцевый пластик смартфона. Очень уж слишком он маркий. Но тут он на ощупь приятный. Вот как стекло практически ощущается. То есть, очень качественно сделано. По материалам корпуса. Ну, по производительности, конечно, за эти деньги можно купить и лучше. Но вот видим, что GTA SoundRise работает на максималках без проблем. Не тормозит, не лагает. То есть, игрушками, в принципе, того, что тут есть, для всех задач смартфона будет достаточно. Не на самом высоком уровне. Ну, на хорошем, приличном, комфортном уровне все работать будет. Окей. Так. Закрываем GTA SoundRise. Что касается автономности. 5000 мм.ч батарейка. То есть, такой стандарт для... Ну, вот современный стандарт 5000 мм.ч. Идет сейчас в 80% смартфонах. Их хорошая автономность. То есть, тут автономность будет больше одного дня. То есть, если мы с утра снимаем зарядки, в обычном использовании, например, мы не напрягаем игрушками, там, по дороге где-то поиграть в игрушки, послушать музыку, что-то побраузить, серфить в интернете, в таком-то обычном использовании, там, где-то часик он там полежит в кармане, то смартфона хватит до обеда следующего дня. Если мы снимаем зарядки, то есть, он переночует весь день, ночь и до обеда. Он уже, как бы, да, там будет на нижней отметке батарейка. То есть, автономность лучше среднего немножко. Лучше среднего немножко. Вот, по камере. Камера здесь тройная. 48 плюс 2 плюс 2 мегапикселя. Сейчас я покажу вам примеры снимков на основной камере этого устройства, выведу снимки на экран, сможете оценить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Макс и мобайл. Комментируйте, ставьте лайки и жжите нам видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok